Всем большой привет! Меня зовут Марина и сегодня у нас февраль на дворе и будут покупки из магазина FixPrice. В FixPrice в магазине всегда можно найти что-то классное, интересное и полезное. Кстати, я есть еще на Дзен, поэтому если вам интересно, посмотрите дополнительно влоги, приходите на Дзен. Все видео там дублируются, а влоги, естественно, здесь на ютубе не выкладываются, выкладываются только на Дзен. Все цены пропишу в уголке экрана обязательно и, конечно, будут новинки. В магазине FixPrice есть, конечно же, две коллекции. Сейчас в данный момент это ко дню всех влюбленных и к 23 февраля. Но чем мне нравится ко дню всех влюбленных коллекция в магазине, представлено, что там можно купить подарки на 8 марта, либо что-то такое к праздникам просто прикупить. Но, к сожалению, я ничего для себя нужного не нашла. Были прошлогодние товары, но я их покупала в прошлом году, показывала. И уже ими воспользовалась. Они действительно классные и бюджетные достаточно. Но зато в отделе «Всё для праздников» нашла вот такую новинку, по-моему, а может быть нет. В общем, большое разнообразие вот таких цветных шаров. То есть разные там, по-моему, в голубых оттенках были, ещё в каких-то розово-нежных пудровых. Я выбрала вот такой вариант. Вот такая расцветочка. Четыре штуки, 45 сантиметров диаметром, с диаметром, потом 25, это у нас 17, и двухсторонний самоклеющийся подушечки. Ну, всё такое, как обычно в эти наборы входит. Вот, как пользоваться лентой, я думаю, все знают. 52 штуки. Классно, пакетик в пакетике, чтобы никто не вынул шарик в магазине. Посмотрите, какой здесь есть. Их четыре. Четыре шара больших, вот самых огромных. Это вложения. Ну, и размеры тут разные, и цвета. И вот такой самый малюсенький, вот такой, он совсем прям с пальчик. 149 рублей такой набор, мне кажется, замечательно. И разные расцветки, здорово. Далее, вот такая новинка, и были, по-моему, разные шары. Вот, не помню. Вот такая фигура. Вот, только сейчас прочитала, что здесь два шара, фольгированные шары, основание, основная часть. А, то есть это из двух частей состоит. Понятно, так это один шар. Ну, естественно, здесь пластиковая трубочка и резинка для соединения основания и основной части. Вот тут написано, ну, давайте хоть откроем, посмотрим. Вот тут что-то тоже, как чего надувать. Тоже 149 рублей стоит так, кстати, размер-то какой. 116 сантиметров, а он напольный. Именно напольный меня и привлек, чтобы поставил, и тут себе стоит. Трубочка. И что, и все. Он действительно большой. Ну, конечно, когда надуется, будет чуть-чуть меньше, но он большой. О, резиночка входит. В общем, классный шар, обалденный. И еще основание вот такое. Шар, если не будет спускать, будет просто обалденный. Ну, и, конечно же, тортик обязательно. День рождения. Тортики со свечами. Набор. Расцветки, по-моему, были только такие. У нас они в 10 штук идут. В оттенке металлическом. По отставками. 10 штук. Ровные, красивые, высокие. Всегда надо. Цена 55 рублей. На кассе лежат вот такие флайеры. Игрушка-мишка 99 рублей. Зайки, сердечки. Если честно, меня ничего не впечатлило. Мне ничего не понравилось. Все такое детское достаточно, примитивное. В общем, ничего не захотелось в этот раз не купить. Из новой коллекции. Подставочка-любовь. Это все как бы для детей, малышей. В общем, подростков. Вот это все. Ну, пакетики на 8 марта всегда можно приобрести. На день рождения всегда нужны. Это полезная, нормальная вещица. На что можно обратить внимание. На мой взгляд. Всякие ручки. Ну, опять же, вот такая ручка у меня есть еще со старой коллекции. До сих пор живая. Вот такие всякие зеркала непонятные. Кружки симпатичные. Достаточно понравились. Фарфор. 99 рублей. Отличная цена. Ну, небольшой размер. 320 миллилитров. Ну, коробочки, как всегда. Формочки симпатичные, кому нужно. По крайней мере, что-то полезное. Свечи. В виде валентинок. В принципе, лучше, чем что-то остальное дарить. По крайней мере, польза от них есть какая-то. В общем, всякое такое. Не знаю. Я такое не очень интересно. Вот прошлогодняя коллекция мне нравилась больше. Я там и шпажки брала. В виде сердечек. Также какие-то там всякие украшения на стол. И все эти украшения. И набор шаров с сердечками. Все это ушло к нам на праздник украшения двора. Все подошло. И почему я была рада? Красно-белого цвета было все. Это я во влогах показывала. Как я их применила. Кстати, даже эти остатки прошлогодние можно в магазинах найти. Ну, кстати, про 23 февраля, к слову сказать, мне ничего там не понравилось. Опять какая-то всякая. Кроме блокнота и ручки ничего полезного там я не нашла. Ну, опять же, мне некому такое дарить никому не нужно. Повезли различные папки. Давно выглядываю, смотрю, какие-нибудь интересные. Наконец-таки увидела что-то новенькое и симпатичное. Разные расцветки. Меня привлекла именно вот это на резинке. Ассоциация с какими-то советскими открытками-календариками, по крайней мере, у меня. Но я же коллекционировала раньше все это дело, поэтому, естественно, у меня ассоциация. Это форматом папка А4 с 3D-эффектом на резинке. Ну, Китай. И она такая, как именно такие вот открытки-календарики в то время. Единственное, что здесь мордочки не мигают, не улыбаются и ничего не скачет. Так, резиночка у нас идет здесь. Так, обычная папка стандартная. Ничего нового, просто прикольный материал. Не смогла, не купить себе, всегда пригодится. Классная, классная. Вот так открывается, закрывается. Формат А4 всегда понадобится. Разные расцветки. И очень достаточно миленькие. Также для мальчишек там какие-то мотоциклы есть. В общем, стоит обратить внимание. Я купила вот такую игруху. Дарт с шариками. Различные всякие животные. Я взяла с пингвином. Были и овечки, по-моему, зайчики. В общем, можно выбрать. Игровой набор с четырьмя шариками 3+. Отверстие для крючка и присутствует. Также и прилагается сам крючок. Что здорово. Выглядит все вот так. Ткань такая похожа на фетр. Фетр как будто бы наклеен на нее еще какая-то ткань, в которой должно все липнуть. Единственный минус этой игрушки, но она там бюджетная была, что она такая гнется. Поэтому я планирую этот кусок ткани, можно сказать, наклеить на толстый картон. Прямо с пашьяком. Чтобы достаточно было потом ребенку удобно играть. Приклеиваются эти шарики? Либо они приклеиваются к мишени? Вот интересно. Цена-то была всего 149 рублей. Я даже думала дороже. Оказывается, 150 рублей это стоит. Крючок на липучке входит в набор. Всем знакомо, я думаю. В принципе, хорошо держится. Только надо обезжирить поверхность перед наклеиванием. И четыре легких шарика. Давайте стрелять. Приклеится или нет. Вот держится. И держится. Ну и класс. И открепляются шарики тоже очень легко. Для маленького ребенка просто красота. А на носу скоро будет у нас весна. Поэтому надо что-то будет красить. Вот сразу купила про запас такие кисточки. Набор кистей плоских малярных. Вот такие размеры, кому важно. Это щетина. Вполне нормальные. Лезут, конечно, не без этого. Но куда деваться. Все кисти лезут. Плюс-минус. Больше-меньше. Деревянные ручки. 79 рублей набор. Отлично. Кстати, купила еще у своей внучки краски. Мы уже такую коробку ушатали. Большую даже будем новую ушатывать. 12 цветов акварель. Красивый, симпатичный. И самый дешевый взяла от Лори. Кстати, выбор есть и подороже. Краски и побольше объема, мне кажется, они. Цвета красивые. В общем, заканчиваются быстро. Вымазываются тоже. Что мне здесь понравилось, что здесь есть вот такая палитра, где можно разбавлять и разводить красочки. Кстати, вполне даже неплохая для ребенка. Учить его разводить краски между собой и смешивать цвета. Вот. Не в каждой коробке такая палитра есть. Для акварели она подходит. Для детской. Поэтому, даже если закончится эта коробка, можно будет эту палитру сохранить себе на будущее. Потому что ребенок маленький, еще не может этого делать. А придет время, можно будет ей воспользоваться этой палитрой. Кисточки, естественно, в наборе нет. Они продаются отдельно в том же фикс-прайсе. Цена всего 59 рублей. Нашла, наконец-таки, вот такой набор. От Китчен. Это коктейльные трубочки. Четыре штуки с щеткой. Никогда эти наборы не понимала, если честно. Металлические трубочки. Я понимаю, что это более экологично. Но для меня нет. Многоразовые, экологические, чистые трубочки. Идеальная замена пластиковых соломинок. Стильное решение, которое добавит изюминку в каждую вечеринку. И главное для меня, что в набор входит щеточка, которая поможет с легкостью помыть трубочки после использования. В составе нержавеющая сталь и нейлон. И китай. Я не пользовалась еще, конечно же. Но у меня прям в сумке развалилась уже эта упаковка. Все высыпалось. Все вот это отклеилось. В магазине можно найти вот такие с изгибом трубочки. И прямые, ровные. И к ним прилагается вот такая вот щеточка. Для чего я, в принципе, и купила. Ради этой щетки. Чтобы трубочки можно было мыть. Но не эти. И не другие пластиковые. А вот в такой баночке. Потому что здесь заприсневить может запросто трубочка. Вот силиконовая. И вот ее надо промывать. Обязательно. И никак это нормально не сделать. Вот. От сырки завелась на плесень. Никак не промыть. И вот мне интересно, промоет она или нет. Хух. Проходит. Ура. Буду теперь промывать нормально эту трубочку. Цена набора 79 рублей. Взяла изогнутые. На всякий случай. А вдруг действительно кто-то решит попить с них. И ровные я просто опасаюсь брать. Потому что на них можно просто наширнуться. Чем угодно. Даже глазом. Лицом. На столе. Представляете, вот такие трубки будут торчать. Но это опасно даже. Но это хоть как-то изогнутым. Более безопасно. Дети так вообще ни в коем случае бы я не давала такие трубки опасные. Пейте. Лучше уж пластиковые, мягкие и безопасные. Кстати, как тут вычищают. Конечно, они будут хуже вычищаться. Вот она где-то дошла до угла. Это щёточка. Ну и опять до угла и застревает. То есть вот здесь может плесень потом скапливаться, мне кажется. Ну, какие-то бесполезные трубки, если честно. Да и металл во рту ощущать неприятно. Ну, это лично моё мнение. Хотелось бы, чтобы вот такие щёточки продавали просто отдельно. Набором. Штук 5-6 в наборе. Было бы здорово. Как всегда, в фикс-прайсе люблю высматривать вот такие разные чехлы. Показывала в новогодних влогах. Игрушки, где я новогодние собирала, разбирала. У меня похожий чехол. Такие а-ля икеевские они. У меня другой формы немного. Более широкий, более плоский. Но очень объёмный. Там, конечно, швы-то кисико-синако-си, в общем, слегка. Но дебёлы всё равно. И игрушки просто замечательно в них хранить. Новогодние, да всё что угодно. Подушки, одеяло туда входят. Эти пледы, одежда, обувь. Безли новые вот такие. Именно это 50 на 43, 21 сантиметр чехол для вещей. И были они разные отторочки. Оранжевые. У меня в сером цвете. К сожалению, подорожали. Я ранее покупала что-то 79 рублей стоили. А теперь уже 199 рублей. Купила один, чтобы посмотреть, попробовать, как он будет вообще выглядеть в распакованном виде. В составе у нас полиэтилен, полистерн, живущая сталь. Вот такая ткань, которая мне нравится, полиэтиленовая плечёная. Достаточно крепкая, широкенький такой. В принципе, прошит неплохо вполне. Ну, жалко, что подорожал. Ну, было бы 149 рублей, было бы лучше, конечно. С каждой стороны по ручке имеется. Опять же, можно вот такой потягунчик использовать, потянуть, из-под дивана вытащить. Двойной замок. Ну, то есть, тут две собачки. В общем, я спокойна. И даже ещё пустоты остались. Положила сюда такой тёплый, толстый плед. Вот. Действительно толстый. Ну, на полтора на два метра точно, по размеру. Ну, не меньше. Может быть, больше. И ещё здесь остались пустоты. Плюс я его так особо не укладывала. Так просто положила, скрутила и всё. Без уплотнения. В общем, большой, хороший чехол. Нужная штука для хранения. Собачки слабенькие сами по себе, дохленькие. Поэтому надо аккуратно ими пользоваться. Замок уже неплохой. Ну, такие косяки, естественно, тут три выкосы и присутствуют. А так, чехол понравился. В принципе, хороший. Наверное, второй такой себе приобрету, если их не разберут. Нужные, обязательные пакеты для мусора. 30 литров 25 штук с ароматом лимон. Вообще не пахнет ни лимоном, ничем. И под бомбком тоже стандартный 30 литров 50 штук. Пакетики. Всегда нужная и цена нормальная. 56-59 рублей. Купила себе же наушники. Меховые наушники. И причем они называются не детские, а женские. 100% полиэстер. Вот такие мягенькие, хорошенькие. И кривые мне попались. Это мои вторые наушники из FIX PRICE. В прошлом году я покупала себе детские. Вот так они выглядели. Они что детские, что женские одного размера. Единственное, что здесь были уши детские. Очень симпатичные. Я их просто отрезала, зашила и все. И здесь, в принципе, ничего не видно. Классные, серенькие. И вот детские. По той же самой цене, сколько? Только 249 рублей. Мне нравится больше. Здесь, во-первых, мех такой более какой-то тот же самый, но более ровный, что ли. Они вот так умеют складываться. Так что обращайте внимание, в магазине складываются они так или нет. Важно для вас это или нет. Выглядят вот так. Не кривые. Гнутся так же. И здесь еще съемная вот эта вот штука. Можно стирать, что ли. Для чего-то ее надо снимать. Не знаю зачем, но она съемная. Выглядит это вот так. На резиночке. Эти, в принципе, похожи. Единственное, что здесь можно увидеть дуга другая. Здесь более вытянутая, здесь более плоская. Вот это, кстати, минус. Но, с одной стороны, в принципе, на голове это и не видно. Единственное, что я не обратила внимания, что они вот так делаться, складываться не умеют. То есть они не складываются. Они вот просто вот такие и все. Пружинистые. Ничего здесь съемного нет, но зато здесь внутри есть тенья. Они те и другие очень даже тепленькие. Их классно одевать в такую погоду, когда не хочется надевать шапку, потому что будет жарко. Но в то же время прохладно. Уши закрыл и вполне тепло. Очень тепленько и комфортно в них себя чувствуешь. И в поездки какие-нибудь тоже здорово и удобно. Они очень комфортные сами по себе. Поэтому при покупке обращайте внимание, чтобы дуга была ровная. Обязательно. Это, в принципе, обязательно. Ну, а так они, в принципе, хорошенькие. Классные. Фотку вставляю, как я в них выгляжу. Все, вполне отличная цена. На том же Валберсе они, конечно, стоят дороже. Но там выбора больше. И мне нравится, что они такие большие и пушистые. Они маленькие. Как обычные наушники. Химию в кадр. Роллтон. Лапша с говядиной по-домашнему. 85 грамм по весу. 29,50 стоит такая упаковочка. Ну и семечки, конечно, мы с мужем уже их приговорили. Тут 300 грамм. Они именно молодежные с солью. Вполне нормальные, неплохие. Слегка солененькие. Что еще надо? От Мартина. Я думаю, все знают эти семечки. Что о них еще говорить, кроме цены? Были 60, по-моему, 9. Теперь 79 рублей стоит пачка. 300 грамм, заметьте. В магазинах по 200 грамм продают. В других. В принципе, на этом все. Надеюсь, мое видео для вас оказалось полезным, интересным, развлекательным. Желаю вам хорошего настроения и прекрасных покупок. Спасибо за просмотр. Всем пока.